Доброго времени суток! С главными новостями одесского спорта из мира игровых команд и дисциплин вас традиционно познакомит еженедельник Оспорт. Сегодня в программе. Баскетбольный клуб Бипа Одесса уступает в гостях чемпиону страны столичному будивельнику. Одесская Динамо и Южинский Химик-2 выходят в стадию плей-офф чемпионата Украины среди мужских команд высшей лиги. Завершился первый этап чемпионата страны по волейболу среди женских команд Суперлиги. Футзальный клуб МКВ в старте в игре финального этапа первой лиги чемпионата Украины обыгрывает в гостях молодежный состав Ивана Франковского Урагана. Профессиональная футбольная лига Украины из-за погодных условий продолжает переносить на искусственные газоны матчи ближайших двух туров первой лиги. В зимнем первенстве Одессы по футболу прошли поединки предпоследнего четвертого тура финального этапа. Об этом и многом другом мы и поговорим в ближайшие 15 минут. 21 марта свой предпоследний матч в рамках регулярного сезона мужской баскетбольной суперлиги провела Одесская Бипа. Подопечные лига Южкина в столичном дворце спорта встречались с действующим чемпионом Украины местным удивельником. Одесситы, которые имеют все основания завершить первый этап турнира в ранге пятой команды турнирной таблицы, весьма уверенно начали эту встречу и сумели по итогам стартовой четверти создать восьмиочковый задел в счете 26-18. И это, несмотря на то, что в игре не смог принять участие один из лидеров одесского коллектива, его капитан Клим Артамонов. К сожалению, все свое добытое преимущество Бипа растеряла к большому перерыву, позволив столичным баскетболистам не только отыграть отрицательный гандикап, но и самим повести в счете 45-40. Увы, но провальная вторая четверть в исполнении подопечных Олега Южкина сменилась на еще более удручающую третью десятиминутку, в которой чемпион страны досрочно решил вопрос будущего победителя этого противостояния. За этот игровой отрезок одесские баскетболисты сумели набрать всего четыре очка, в то время как пропустили в свое кольцо в шесть раз больше. Заключительную четверть, которая по такому развитию событий превращалась в пустую формальность, соперники начали при счете 69-44 в пользу хозяев площадки. И хотя Бипа сумела завершить ее в свою пользу, на итоговом результате встречи сей факт практически никак не отразился. Будивельник оказался сильнее 87-70 и на несколько дней вернул себе вторую строчку в турнирной таблице. Поздравляю Будивельник с победой. Команда комплектована хорошими опытами игроками, которые смогли по ходу игры перестроиться. Несмотря на то, что мы действительно начали очень неплохо, очень удачную игру, провели 11 очков, команда Будивельника перестроилась. Мы в свою очередь не смогли. Плюс не хватило, все-таки наша команда сильно зависит от Артамонова. Начался у нас бардак в организации, как следствие провал в нападении, неподготовленные атаки, не вернулись, плохо защитились в транзишене, не вернулись, дали забить легкие очки, что-то там попытались, какую-то защиту поменять, там тоже провал. То есть команда может играть. Команда может играть хорошо. Дело где-то в психологии. И в какие-то тяжелые моменты нужно просто больше верить в себя и в своих партнеров. Если мы этот момент успешно все вместе преодолеем, этот психологический момент, то мы можем действительно очень неплохо играть и выступить очень достойно в Плофе. Если же будут такие провалы, которые были сегодня, и мы с ними не сможем справляться, то, естественно, мы и в Плофе без шансов. 23 марта очередным соперником столичных баскетболистов станет Южинский Химик, в то время как Одесская Бипа также вдали от дома постарается дать бой черкасским мафам. Завершается борьба на первом этапе чемпионата Украины по баскетболу среди команд высшей лиги, где Одесский регион, так же как и в Суперлиге, представлен двумя командами. Цвета Южной Пальмиры здесь защищает баскетбольный клуб «Динамо Одесса», а соседнего города Южный – резервисты из местного «Химика-2». Обе наши команды регулярную стадию сезона провели во второй подгруппе, досрочно гарантировав себе путевки в финальную стадию плей-офф. В предпоследнем туре первого этапа резервисты Южинского «Химика» на своей площадке принимали третью команду своей подгруппы «Баскетбольный клуб Ровно». В первом матче трудной победой со счетом 74-69 добилась команда гостей, а на следующий день подопечным Александра Паченко удалось сполна реабилитироваться, взяв куда более уверенный реванш у своего соперника 85-64. «Разные они только по счету, а по своей сути ровно, в принципе, что вчера, что сегодня играли одинаково. Единственное, что вчера мы проиграли очень много подбор, там, по-моему, в районе 17-15, где-то так, и совершенно не заставили их ошибиться. Сегодня мы в ничью сыграли на подборе, и, не знаю, потерь там в первой половине уже было у нас, плюс 10-12, и еще, я думаю, раз 5. То есть при этом, при всем у нас плюс в потерях. Я считаю, что на сегодняшний день мы функционально немножко лучше выглядим, чем ровно. Там более возрастная команда. Вчера ровно хватило, сегодня мы их немножко перебегали. Но при этом, при всем, вчера у нас был шанс выиграть. Вроде бы интересная игра была, но не в нашу пользу». «Химик-2» гарантировал себе выход в стадию плей-офф с четвертого места, где встретился с победителем регулярного сезона из параллельной подгруппы 1, потенциальным лидером которой является Николаевский Ника Баскет. Еще более уверенней первый этап чемпионата Украины провели одесские «Динамовцы». В минувший уикенд подопечные Геннадия Кузнецова, в Вагоно-Франковске в центральных матчах последнего для себя тура обменялись победами с командой «Гаверла» 74-76 и 86-85. Одержав в 24 проведенных встречах 21 победу, баскетбольный клуб «Динамо Одесса» гарантировал себе первое место по итогам регулярного сезона и также стал участником стадии плей-офф, где ввиду своего более высокого итогового места в турнирной таблице будет иметь преимущество собственной площадки в противостоянии с четвертой командой из первой подгруппы. А вот кто окажется соперником подопечных Геннадия Кузнецова, станет известно в начале апреля. В конце прошлой недели завершился первый этап чемпионата Украины по волейболу среди женских команд Суперлиги. В заключительном 14-м туре его досрочный победитель южненский химик на своей площадке принимал северодонецкую северодончанку, сумев порадовать своих поклонников двумя очередными победами с одинаковым счетом 3-0. Несмотря на, казалось бы, уверенный по счету успех, команда Гаррия Газарова в первой встрече сумела в отдельных игровых отрезках навязать семикратным чемпионкам страны в настоящую борьбу. После провальной первой партии пятничной встречи, которая завершилась в пользу южненских флейболисток 25-7, северодончанка была очень близка к тому, чтобы вырвать победу во втором сете, а также вполне успешно начала третью партию. Однако, уже традиционно, в ключевые моменты матча химику существенным образом удавалось преображаться, что позволяло подопечным Андрея Романовича сводить на нет все старания своих соперниц 27-25 и 25-18. По вторную встречу химика и северодончанки подопечные Андрея Романовича провели гораздо более увереннее и надежнее, так и не предоставив команде из Луганской области ни малейшего шанса на успех, даже в отдельно взятой партии. В первых двух сетах южненские волейболистки позволили набрать своим соперницам всего по 14 очков, а в заключительной трети и того меньше – 25-13. Таким образом, как и в прошлом сезоне, волейбольный клуб «Химик» снова провел регулярную стадию чемпионата страны без поражений – 28 побед в 28 матчах, набрав 82 очка из 84 возможных. При этом подопечный Андрея Романовича довели свою победную серию в отечественной суперлеге до 69 встреч, а на всеукраинской арене – до внушительных 75. «Відверто кажучи, моментами все-таки команда радует, ми не просто так провели цей час, скажем так, в валянні до рака. Працювали багато, працювали і сказав, що попрацювали плідно, тому що все-таки ми починали цей сезон з одним связующим, не основного складу, який перший раз в своєму житті почав сезон, в якості основного связующого і ще й в такому моральному аспекті тяжкому, що за спиною в тебе нікого нема, що на випадок, коли ти помиляєшся, нема кому тебе підстрахувати, нема кому тобі помогти. Це досить складно, і я скажу, що в даному етапі Ліна досить непогано справилася. Так, звичайно, багато помилок, багато тактичних, багато десь там, знову же, психологічних помилок, але в цілому вона зробила шалений крок вперед в всіх аспектах, і технічних, тактичних, і, найголовніше, психологічних. Вона набагато глибше почала вже думати, набагато глибше відноситься професійніше до своєх обов'язків. Свої следующі матчи на національній арені Южнський волейбольний клуб «Химик» проведет уже в рамках перого із двох запланированних регламентом финального тура, который пройдет в період с 30 марта по 1 апреля на площадці второй команди турнірной таблиці «Луцкой Волыни». Помимо хозяек площадки, подопечний Андрей Романовича, також сыграть с тернопільской галычанкой і запорожькій орбитой. Завершиться чемпионат України играми второго финального етапа, которые пройдут в городе Южний с 10 по 12 апреля. В среду, 21 марта, в чемпионате України по футзалу среди команд первой лиги стартовал второй этап соревнований, в котором четыре лучших коликево дивизиона в двухкорговом турнире будут бороться непосредственно за призовые места. Компанию двом ивано-франковским клубам «Урагану-2» и «Визавторма», занявшим первых два места в подгруппе «Запад», составит победитель подгруппы «Восток» запорожская команда «Арпи» и финишировавший следом одесский футзальный клуб «МКВ». Программу первого тура финального этапа открывал поединок базовой команды юношеской сборной Украины «Ивано-франковского «Урагана-2» и двукратного чемпиона Южной Пальмиры коллектива «МКВ». Счет в этом противостоянии на 15-й минуте открыл игрок одесской команды Коллинз Япарама, а спустя всего две минуты преимущество «МКВ» упорочил Алексей Моторный, установивший итог первого тайма 2-0 в пользу подопечных Романа Смирнова. После перерыва ситуация для «Ивано-франковского» клуба стала совсем угрожающей. На 28-й минуте одесситам в этом опросе подсобил наш земляк, а ныне игрок «Урагана-2» Александр Гирко-младший, на которого был записан автогол 0-3. Впрочем, совсем скоро Гирко-младший сумел реабилитироваться, забив уже ворота одесситов, в которых перед этим успел отметиться Назар Швет 2-3. Тем не менее, потеря очков в матче против «Урагана-2» в планы подопечных Романа Смирнова не входило. И за две минуты до финальной сирены Коллинз Япарама сумел в четвертый и последний раз огорчить в этой встрече хозяев площадки, внеся весомый вклад в итоговую победу одесской команды МКВ со счетом 4-2. Уже в субботу, 24 марта, подопечные Романа Смирнова проведут поединок второго тура финального этапа у себя на площадке, приняв в игровом зале одесского спортивного клуба «Армии» Ивано-Франковский клуб «Виза-Фторма». Начало встречи в 13.00. В первой футбольной лиге чемпионата Украины, весенняя часть которого стартовала в минувшую окен, из-за отнюдь нефутбольной погоды продолжается джихарда с переносом матчей ближайших нескольких туров. В их числе оказались поединки с участием одесских профессиональных команд. Так, поединок 24-го тура между футбольным клубом «Горняк-спорт» и «Одесской жемчужиной» перенесен из горишних плавней, бывший Комсомольск, в город Кременчук на искусственный газон стадиона «Кремень-Арена». Эта игра пройдет в воскресенье 25 марта. Также не по месту своей прямой дислокации сыграет ближайший укенд и Ковалевский «Колос», который примет другую одесскую команду «Зарянские Балканы». Этот поединок примет искусственный газон стадиона «Динас» Вышгородского района Киевской области. С большой долей вероятности подопечный Андрея Пархоменко проведут на нейтральном поле и свой следующий гостевой поединок против Краматорского «Авангарда» 1 апреля. По словам наставника «Авангарда» Александра Косевича, клуб стал заложником погодных условий и на данный момент не имеет возможности проводить свои домашние матчи на родном стадионе в городе Краматорск и в качестве запасной арены предложил сыграть в крытом манеже Мариупольского спортивного комплекса «Ильчовиц». Согласиться ли на такой вариант профессиональная футбольная лига Украины станет известно через несколько дней. На футбольных полях с искусственным покрытием учебно-тренировочных баз одесского черноморца в Отраде и по улице Архитекторской состоялись матчи предпоследнего четвертого тура финального этапа зимнего первенства города по футболу. В его рамках были зафиксированы следующие результаты. Усатовский Хаджибей минимально обыграл юношей черноморца из команды Ю-19 1-0. Футбольный клуб «Ришелье» забил три безответных мяча в ворота коллектива «Соханет». Условно второй состав футбольного клуба «Реалфарма» проиграл со счетом 1-2 команде «Форстар». С таким же результатом футбольный клуб «Троицкая» в центральном поединке игрового дня уступил летнему чемпиону города Люксиону. И, наконец, еще один претендент на попадание в полуфинал этого турнира команда «Интер» разгромила футболистов «Таврии В» 4-0. За тур до окончания решающих встреч турнира места в полуфиналах гарантировали себе только футбольные клубы «Троицкая» и «Люксион». А вот на остальные две заветные путевки в стадию плей-офф в теории вопроса продолжают претендовать сразу четыре команды, а именно коллективы «Реалфарма-2», «Интер», «Форстар» и «Черноморец Ю-19». На этом наш очередной выпуск программы подошел к своему завершению. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова